Говорить о счастье можно долго, поэтому приступим к делу. Все, конечно, знают, вы потом скажете, кто у нас были из Перми, а кто не из Перми. Но как любые пермики, мы любим букву П. Ее видно? Конечно. Оранжевая буква П. Мы знаем, что это буква П. Но сегодня, ой, еще я самое главное не сказала, что ведь сегодня в конференции участвует 5 человек по фамилии буква К. Сначала у нас было 4, а теперь у нас 5. То есть 5 человек, 5 спикеров, это все с фамилией на буква К. Это тоже необычно, поэтому моя презентация, она сложилась тоже из множества букв П. Вот, а видно вот сейчас, нет? Нет, видно, что с цветло-зеленым цветом что-то написано, но не видно. Говорите. Хорошо, тогда буду говорить. Я врач-аллерголог, иммунолог, кульмонолог, и хочу вам сказать, что то, что сейчас мы имеем, мы имеем карантин на 2 месяца, пока на месяц, до 30 апреля, но просто приведу такой пример. Вьетнам, границы которого граничит с Китаем 1500 километров, и их население составляет 94 миллиона населения. Юля, можно секунду? Не видно, да? Видно, план написано, да. Хорошо. Вот, и план у всех был разный. Одни сказали так, я буду учить английский, а другие сказали, я наконец-то встану в планку, третьи там занимаются фитнесом. Я хочу вас немножко успокоить. Это кортизол, который гормон стресса у нас выбросился и дал нам столько энергии, дал нам столько адреналина. Мы сейчас пытаемся закрыть наши кредиты, мы пытаемся придумать нашу новую жизнь. Выдохните, потому что на самом деле мать порядка и плана, это анархия, видно? Я не стану вам разворачивать телефон, чтобы вы не видели мой письменный стол, который завален там бумагами, потому что я должна была сдать экзамен и получить диплом психолога. Ну, это отложилось на месяц, поэтому есть время позаниматься. Поэтому запомните, у всех есть план, но если что-то не получается, отнеситесь к этому спокойно. Так, следующее у нас, это, что нам нужно сейчас делать обязательно, это полезные качества. Вот, у меня на каждый день я себе готовлю настой имбиря и лимона и заливаю просто их, режу мелко и заливаю просто кипяченой водой в течение дня пью. И в любой момент, когда вы нервничаете, когда у вас, вам нужно принять какое-то решение, просто пейте, делайте глоток воды. Вот так, я сейчас нервничаю, я сейчас сделаю глоток и успокоюсь. В следующий раз, когда мы будем вести нашу онлайн, пожалуйста, берите с собой бутылочку воды и пейте ее в период наших выступлений. Значит, вы запомнили, полезно петь. Дальше, очень важная вещь, полезно есть. Это, наверное, самая-самая проблема сейчас, потому что у нас так заложены русскими традициями. Если ты хорошо себя ведешь, получи конфетку. Если тебя в гости позвали, то это хлебосольный стол. А сейчас нам нужно обязательно скорректировать свое пищевое давление. Нарисуйте, я, к сожалению, не успела нарисовать, вот здесь вот соединение большого пальца и указательного, здесь есть бугорок. Здесь одна из самых активных точек китайской медицины. Так вот, над этим бугороком нарисуйте букву П, если вы правша на правой стороне, если вы левша на левой стороне. И когда вы к чему-нибудь подтянетесь, смотрите на это место, на букву П. Это должно быть полезно. Так что же у нас полезно? У нас полезно все зеленое. Это я еще привезла из Москвы, но надеюсь, что тоже есть сейчас в пьерских магазинах. Вот. Это трава у меня, то есть авокадо, огурец, трава нарезанная вот так мелко, оливковое масло. Все красное. Все оранжевое и все хрустящее. Морковки у меня, к сожалению, не оказалось. Ну что еще привык делать наш мозг? Он же у нас сейчас работает 24 на 7 тоже, к сожалению. И ему нужна энергия. А из чего мы получаем энергию? Привыкли именно получать из газированных напитков, из сладкого, из шоколада, из всяких вкусностей, из вредностей. Так вот, давайте будем мозг кормить чем-то другим. Опять-таки вернемся к оливковому маслу. К жирам можно сало. То же самое авокадо. И есть совершенно... Это не реклама, это просто наши партнеры. Ну я, вот знаете, езжу теперь по миру. Мало того, что я дарю всем друзьям, так я еще как бы вот сама вот эти полезные вещи употребляю. Но сразу скажу, у тех, у кого есть нарушение толерантности к гликозе, есть сахарный диабет, сладкое исключить. Совсем это понятно. И те, кто гиперстенической конституции, тоже, пожалуйста, вообще исключите сладкое. Потому что в вашей массе тела копится больше метаболитов, адреналина, кортизола, и тем самым закисляется среда. А это место для развития микробов и вирусов. Ирина, а ты меня контролируй только, ладно? Вот, из сладкого мы можем добавить мед. А, да, еще надо пить травяные чаи. Я думаю, что вот пока отставьте в сторону черный чай, зеленый чай. Если даже вы завариваете, то заваривайте очень бледную консистенцию. Но про кофе я хочу сказать так, что если есть возможность, отхожитесь из него, чтобы себя дополнительно не стимулировать, чтобы не было дополнительного выброса адреналина. Ну, а теперь самая главная вещь. Теперь я вам предлагаю всем встать. Видно, что это просто дышит, да? Кто смотрел мое видео, видно меня? Ирина, видно меня? Видно. Видно, видно. Видно, да? Да, да, да. Вот вспомните, пожалуйста, когда вы сделали хорошее дело. Или наоборот, как бы, вы боитесь маме сказать, или мужу сказать о чем-то неприятном. Вы же при этом вздыхаете. Вы вздыхаете. Сейчас вспомните что-то из вашей жизни хорошее или плохое. Ну, сейчас, я думаю, как бы, наверное, все понимают, почему мы должны сейчас громко вздыхать. В нашей культуре в русской, опять-таки, громкий вздох – это показатель того, что мы несчастные. Показатель своей слабости – нет. Вздох облегчения – это расслабление. Это то, что вас сейчас может расслабить. И в минуты ваших нагрузок, в минуты паники, в минуты тревожности, в минуты агрессии. Возвращайтесь к дыханию. Просто вспомните, что у вас есть вдох. Руки не поднимайте выше области сердца. И выдох. Помните пальцы. Еще раз вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. У тех, у кого труденонцевое дыхание, дышите ртом. Но самое главное, чтобы вы ощущали облегчение, чтобы вы выдохнули все. Выдох чуть длиннее вдоха. Если вам удобно, и у кого есть проблемы бронхиальной обструкции, дышите на такой счет. На вдох. Раз-два. И раз-два-три. Выдох. И выдыхайте. И дышите. Я снимала первый раз видео, оно выложено у нас на канале, но оно на самом деле не очень качественное, поэтому я постараюсь это переснять. Так, просто дышим и сказали. Дальше у нас с вами идет просто делай. Просто делай. Это не просто призыв к действию, что-то делать. Если вам видно, у меня здесь лежит внизу коврик, у меня есть мяч, у меня есть с собой ежики, которые я использую как тренажеры для стоп. И я еще покажу вам очень важную вещь, которая, это может быть мочалка, это может быть что-то такая щеточка из щетины, из натуральной. Вы просто стимулируйте свое тело. Вы стимулируйте так же, как показываю прохлопывание. По внутренней поверхности, по наружной поднимайтесь. Просто это нужно сделать обязательно, для того, чтобы улучшить микроциркуляцию. Поймать состояние. Нужно быть глупые. Это то состояние, которое я рассказываю в цепне. Когда вы встаете в козу, когда вы ловите, что макушка у вас тянется к солнцу, стопы у вас вросли, и вы расслабляете все это дело. То есть поймать состояние, это поймать расслабление. На самом деле, для тех, кто любит полежать, просто поймайте это состояние расслабления на постели. Прямо ощутите тяжесть головы, водной клетки и так далее. То есть вам нужно расслабиться. И чем чаще вы в течение дня будете ловить это состояние расслабления, тем быстрее у вас пройдет стресс. Самая главная вещь сейчас, это опять касается нашей головы. Я бы сейчас вам показала, конечно, прохлопывание, но я просто не понимаю, сколько у меня еще времени есть, чтобы я могла говорить. Но время еще есть на самом деле. Время еще есть, пожалуйста. Я напоминаю вам, как мы прохлопываем нашу голову. Мы кладем ладонные бугры на височные впадины, вкладываем и прохлопываем нашу голову до затылочных бугрок. Спускаемся под затылочными буграми, поднимаемся 9 раз в колбу и 9 раз протираем, прохлопываем виски. Обязательно встряхивайте свои руки, чтобы у вас все было расслаблено. Растирайте свои руки. Сейчас мы очень много сидим перед компьютером, поэтому, растирая руки, теплые руки, но расслабленные плечи, закрывайте ваши глаза и отпускаете тогда, когда вы чувствуете ощущение отдыха ваших глаз. Вернемся к мыслям. У вас должен быть обязательно блокнот сейчас. Такой, любой блокнот. И вот в этом блокноте напишите, пожалуйста, сегодняшние ваши страхи. Напишите, что вас беспокоит. И потом, прочитав уже после того, как глубоко подышали, вы поймете, что это просто мысли. Этого еще не случилось. Мы себя накручиваем этими мыслями, а их проще визуализировать на бумаге. И потом составить план для выполнения этих наших страхов, чтобы их не было. И мысли просто, то есть не перегружать сейчас себя никакой сильно научной литературой, такими душевными книгами. То есть старайтесь, как бы, жить проще. Вот очень важный момент, автоматическое письмо. Для чего оно нам нужно? То есть мы в изолированном пространстве, у нас рядом есть родные и близкие. Нам хочется порой, как бы, наговорить много гадостей. Не говорите. Выдохнули, вдохнули, выдохнули. Взяли блокнот, взяли сломастер и напишите этому человеку письмо. Если он захочет, то он прочтет. Не захочет, вы потом сами, когда его пересчитаете, поймете, что, ну, в общем-то, не так все и плохо. Помогать. Это очень важная вещь в семье. Вы, если дети не научены помогать родителям, или родители, как бы, больше занимаются собой, не уделяют внимания детям, сейчас время просто помогать друг другу. Не забывайте о том, что должны быть минутки тишины. Когда вы садитесь к рыбам всей семьей, и просто молчите. Минут пять хотя бы. Можете включать какую-то музыку, если вас успокаивает. Это не медитация, это просто тишина, которая всем необходима для того, чтобы успокоиться, переключиться, для того, чтобы был заведен какой-то ритуал в семье, чтобы дети и взрослые помогали. Что есть пять минут, тогда человеку не надо тревожить. Надо просто спокойно посидеть. И это тоже наш партнер. Но я знаю, что в Перми, в Перми как бы есть фонды, которым сейчас реально людям требуется помощь. И Берегиня, и Дед Морозин. Это московский фонд «Подари подарок». Надо просто сейчас помогать. Помогать тем людям, которым еще тяжелее, чем нам. Тем, которые борются с онкологией, и они вообще не знают, будет ли у них завтра. Помогать детишкам, которые и так не видели родителей, а сейчас как бы они, и неизвестно, когда их увидят. Помогать пожилым. Потому что им просто элементарно надо поесть. Ну, в общем-то, у меня, наверное, все. Спасибо за внимание. Вот так про ГУП, про фильм, где Митково, где счастье здесь, я практически, наверное, все и рассказала.